всем привет друзья сегодня опять я на рыбалочки пришел на небольшую речку в черте города в окрестностях города вот это у нас яма здесь небольшая такая речка небольшая очень маленькая а здесь идет главное русло мороз замерзшая вся так что ходить можно свободно не люблю я рыбачить на речке ну а как друг посоветовал приди я буду там я те две луночки займу посидишь порыбачишь и он мне посоветовал сделать снасть на покаток послушался я его вот он сейчас перед нами привет улыбается сделал я своих предыдущих видео 2 снасти на покаток по его совету и вот вышел именно это снасть для ловли на течение на реке так как у нас там небольшое течение речки и где-то сказать груз я ставил 5 но кому интересно может посмотреть на видео где я рассказывал как я делаю по его совету снасть на покаток где-то моих предыдущих видео на моем канале вы найдете снасть для ловли мирной рыбы на покаток вот поставил я две удочки так как сделал 2 еще и перед этим не ловил только как сделал дождался нормальной погоды каких-то выходных так как всегда времени нету и вышел порыбачить вот видите уже клюнула и клюнула у нас где-то на верхний гачок так как снасть на покаток и делал нижний поводочек и верхний поводочек стали немножко выше ну поподробнее вы увидите на моем видео клевала рыба не скажу что не клевала клевала активно но какая-то мелочь шла в основном очень мелкая даже мне не нравилось не хотелось ее ловить ну как говорится ради удовольствия ее нам можно было и как говорится половить понравилось мне вот сейчас я здесь надеваю мотыльочек и сейчас вот один поводочек донный который лежит на дне с грузиком 5 грамм отправляю в луночку и вот второй поводочек выше тоже отправляю в лунку конечно бур шел на реку бур собой не взял где-то раздобыл мне показал две луночки я пищу их немножко раздобыл но не очень как бы сказать не нравится мне такой мелкие мелкие как говорится отверстие ловить в мелкие лунки не люблю я так ловить люблю нормальные лунки но как друг говорил говорит миша это лучше ловить мелкие потому что по весне как пойдет нормальная рыба здесь удочки на счет на ура не успеешь обернуться к утки уже не будет я говорю ну на весны еще надо дожить там посмотрим что-то будем придумывать вот так клевала очень очень часто очень как бы сказать клевала одним словом клевала но поймать что-то я никак не мог не засекалась моя сказать что ты ловить не умеешь вон клюет надо подсекать да и сам ребята знаю что надо посекать вот так как ловил слева здесь не видать камеру наставил на одну удочку там еще у меня еще одна удочка на покатоке как говорится я бегал просто от утки до утки может где-то и были промахи поклевки не буду спорить все возможно но подбежал когда клевала переставала клевала ну клевала как-то как странно так мелочь наверно и мотыль наверно не открывала не заглатывала крючка крючок маленький именно такой мелкой рыбы ну что-то она не могла она видно за край вот этого мотыля брала и стягивала его вот поклевки видно идут поклевочки но подсекать никак не получается вот какая хорошая поклевочка сейчас была ну и видите в итоге верхней пустой нижней тоже ничего нету вообще вот такие поклевочки очень частые очень частые такие поклевочки еще что хочется сказать течение у меня здесь на реке идет вот под направлению сейчас вы увидите по направлению кивочка чтоб то получается справа налево идет течение вот так удочка и стоит на течение и рыба очень была активная но клевала очень мелкой рыбы здесь есть побольше хорошие экземпляры и удочки утас вытаскивают как рассказывал мне мой друг он живет возле этого как я говорю речка граничит между городом и деревней он живет в деревне буквально метрах 200 от реки так что он там вырос знает все ее подробности вообще он любитель тоже рыбы рыболовли и очень много чего он как говорится старый заядлый рыбак очень много чего он меня научил вот вот она дергает 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 оклевать очень много-много сходу булатка и по зубах где-то по губам рыбы проведешь но что-то она не очень активная но что-то очень-очень нежно смотрю рыбачил я где-то на глубине там яма в начале видео видно что я где-то на яме был находился так как уже там были рыбаки некоторые ушли домой кто приходил на вечерний клев это уже нас где-то после обеда я буквально пришел на пару часов выбрал время без бура просто смотал две удочки так видите клюет 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 и а подсекать не подсекается очень нежно клюет собрал две удочки просто вот эти на покаток бросил в пакет термос чая потому что на льду очень хорошо выпить а вот здесь есть маленькая плотвичка но совсем маленькая такая уже на нижний поводок взяла видно значит снасть на покаток работает и так собрал снасти две 200 две удочки на покаток бросил в пакет термос чая коробку мотыля и быстро побежал но где-то 20 минут хода мне было к речке уже сосланились мы с другом или давай подбегаем эту на час где-то я уже подошел он уже рыбачил садись здесь самое любимое место так хочу чтобы ты получил удовольствие потому что я реку не очень как то я люблю я более стоящие воды он говорит садись вот здесь две луночки мои любимые места глубина где-то здесь где я рыбачил около двух метров как раз на свале потому что дальше глубина яма где-то до пяти метров как раз мы на свале на двух метрах я стоял вот такие может надо было и поглубже стать может было и побольше рыба поклевало но рыбаки были на самой яме и поглубже стояли что-то у них я не сказал чтобы такой большой клюв был ну конечно я и не спрашиваю что они ловили может они на какие-то другие снасти ловили вновь у меня пока точек и как видно снасть это очень на течение хорошо работает вот так клевала несколько часов потом под вечер уже начало темнеет 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 включились в городе в окрестностях города фонари уже мы потихоньку клев вообще пропал но я понимаю что пропал наверно уже брал мороз это мороз так серьезно подбирался уже лунка начала замерзать и короче клев пропал под вечер он говорил что под вечер обычно он очень клев хороший но в тот вечер не было и так говорил как мой друг говорил назад здесь на эти места на эти луночки потому что если не получишь удовольствие не поймаешь рыбы реку так не любишь и больше вообще сюда не придешь ну как ни как ни странно мне понравилось рыбачить очень понравилось и снасть на пока точек никогда не думал что наши люди могут выдумать вот такие молодцы кто это конечно большой респект этому умельцу который придумал такую снасть но это еще наверно наши деды прадеды по также ловили ну по со временем мы как-то ее удосконаливаем улучшаем что-то придумываем но как всегда работает очень-очень мне понравилось рыбачить погодка была такая сначала я шел было пасмурно как бы сказать и солнца не был и не показывал на солнечный день но как-то мы пришли пока туда-сюда попили чай пока я размотался попробовал как бы говорит пристроился настроился как его ловить вот видите сколько уже подсечек и все в холостую холостую не хочет засекать и сейчас опять поклевочка сразу же останавливается надеж под натяжением уже клюет или за нижней или за верхней здесь уже не поймешь за какой она клюет только когда уже вытаскивает финиш или на верхнем поводке или на нижнем рыба сидит вот так попили мы чаю посидели я уже настроился как говорится настроился на лов и вот пошел понемножку понемножку но где-то первых полчаса еще так разминочка туда очень потом начался как-то вообще-то клев и мне уже понравилось я уже ловил с таким адреналином не очень очень понравилось ну и конечно по советам друга я не скажу что я там уже такой мастер по рыбалке скорее всего я любитель рыболов но к мнениям других обязательно я прислушиваются вот видите сработала на верхний поводок нижний вот внизу очень хорошо работал и верхний и нижний поводок но плотвичка очень такая мелкая большой не было экземпляров никаких в среднем один и тот же размер такой мелкой плотвички шел вот я сейчас опять здесь мотылька поддену на старый мотылек вот висит не хочет работать только немножко свежего как-то падение свежечка сразу начинают поклевочки повисит 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 все поклевочек нет поддел свежего мотылька опять начинает клевать такая какая-то странная рыба но я становлюсь на погодке погодка была безветренная очень потом уже мы попили чаю вышло солнышко когда говорится даже на солнышке теплее стало когда и веселее продолжали мы рыболовлю мой друг наставил их там где-то там удочеки не знаю 5 наверное только бегал одно и другое одно и другое я поставь себе одну и сиди на ней на ней или две поставь варит а какая разница я не такой быстрый шустрый как ты и после я поставлю 5 если что там уже что-то клюнет она сама засечется я приду только достаю но он местный ему уже там как говорится не хочется бегать над одной лункой как спортсмены сидят и вытрачивает он не любитель это наверное такая рыбалка для ленивых поставил вот на пока точек отошел сторону можно и рюмочку и перекусить если она где-то там уже клюнет она может сама засечься потому что там грузик стоит под натяжением засекается сама на нижний проводочек но бывает по-разному и много конечно схода лучше как всегда клюет и вовремя подсекать но говорю в этом случае очень-очень как говорится не хотя не хотя и очень лениво клевала вот вроде клюет но опять сход 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 ну интересно когда клюет ну и не интересно когда не засекается вот сейчас вот клюет очень много таких мелких нежных поклевочек говорит друзья то что там ловить не умеешь давай подсекай вон клюет где-то там бегаешь да нет друзья ловить как бы там умею ну не спортсмен конечно там по рыболовле просто как говорю бегал от одной утки в другой утки вот уже под натяжением сейчас видно наверное засеклась и уже натянула и сидит ну сейчас посмотрим нет что там еще натягивает натягивает и не это видите уже натяжение было где-то на течение уже вот опять клюет это подсекает и конечно там прозеваешь тянешь вот уже на верхний крючок крючок за поводочек взял на нижний на верхней какие-то угодно как они там что там понравится может там свежий мотылек на верхнем на нижнем уже старый или наоборот там по разному бывало но скажу работает работает у нас покаток и мне очень я впервые на нее ловил и мне очень и очень понравилось и сейчас жду погоды погоды так можно дождаться погоды времени не чтоб выбежать это на рыбалку хотя очень и очень люблю как говорится по статистике говорит что зимних рыбаков больше чем летних рыбаков знаете что я никогда не думал не соглашался с этим мнением и когда я начал заниматься зимней рыбалкой это уже где-то лет 5 я так уже полюбил втянулся в нее вообще это адреналин не знаю кто он уже побольше такая плотвичка немножко побольше на нижний поводочек втянулся я в эту так полюбил что капец когда мы ездим на большие озера водохранилище где я увижу сколько рыбаков вообще я в шоке я сам уже до этого как говорится понял сюда зимних рыбаков наверно больше чем летних есть потому что такой интересная затягивающая процедура от ловли зимней рыбы спода льда очень интересно конечно кто не рыбак будет смотреть меня не поймет скажет а чтоб там сидишь вот какие-то дураки сидят а у меня и друзья такие есть которые не понимают ничего там в рыбалке сидят в домах своих там глядят своих жен и тому подобное как говорится не общаются с природой они этого не поймут ну а кто понимает ему интересно посмотреть даже видео я сам иногда смотрел мне времени нету но смотрю видео душа отдыхает а тем более если ты сам на рыбалке где-то на воздухе чистом целый день проведешь это вообще как говорит пословица день проведенный на рыбалке не засчитывается в стаж прожитых годов это истина кто-то недаром такое сказал вот так видите поклевал это клюет то не клюет то не клюет то не клюет но я может подумать с вас такое впечатление что там а крючки наверно туповатый нет ребят я только их первый раз после этого как я сделал и снял видео об этой удочке на покаток первый раз в этом новые крючочки стоят и первый раз я вот с ними с этими 2 удочками вышел на рыбалку понравилось мне потом как-то клев а погоде еще забыл сказать ну вот погода как-то потом вышло солнышко на солнышке уже немного типа теплее стало и как будто сказать даже на солнышке как будто клев даже пошел так получше даже повеселее стало и стала такая немножко немножко побольше про клеву но все же очень интересно в своем видео это я так выбежал снять вот видите уже на нижний поводочек клюнуло вот верхний нижний работает работает с нас пока так работает однозначно кто где-то на реке возле реке живет это вообще бомба сделать такую с нас или выходить на рыбалку это вообще суперова быстро как говорил мой друг это рыбалка для лентяев ленивых которые не хотят там сидя сидеть вытрачивать эту плотву там окушка а просто поставил под натяжением и смотришь когда наклюнет хочешь купишь хочешь там что хочешь кофе чай пьешь перекусываешь 100 грамм кто пьет но для ленивых вот вот верхний сработал поводочек видно как красиво то верхней то нижней все-таки снасть работает и уловистая сейчас может быть исход нет есть вот какая маленькая но и четких мем мелких мелких наловил конечно домой их не буду с собой там то есть домой к себе и брать их не буду у меня там соседи питомцы у которых есть там и коты и собаки они уже меня издалека знаю когда я собираюсь на рыбалку и где-то что там своими снастями там шуршу где-то на улице они уже так как бы сказать из забора высматривают там что там умери того мешание на рыбалку у нас сегодня будет праздник мешание рыбы привезет на такой мелкий ребятам подкормлю подкармливаю подкармливаю так что у меня там все мои соседи во дворах питомцы, коты, собаки они у меня уже слушают, не знаю, как они какие у них там свои чувства если они видят или знают как-то что-то, когда я на рыбалку собираюсь машина подъедет, я уже с Настей гружу, они все возле забора уже заглядывают и ждут, что там Мишаня что-то привезет, ну как всегда, сегодня устрою им праздник, порадую всех, всем понемножко конечно, там ножка немного, не больше, немного рыбы, но там и брать такую и не люблю на тараночку можно было мелкую засолить посолить, а так не очень и вот когда солнышко поярче как-то стало уже после обеденной пора, уже солнце, как бы сказать идет на закат но, тем не менее, как-то клюв почался интенсивнее, уже так рыба подсекалась получше что-то я вдруг говорил, сейчас Мишаня, подожди посидим до вечера когда включатся фонари сейчас увидишь, какой клев здесь начнется и рыба побольше пойдет дождал я этого с нетерпением многое говорится и начало темнеть уже сумерки брать, уже фонари в окрестностях включаться здесь очень хорошо ловить, потому что здесь вдоль реки идет такая дорожка как бы сказать, спортивная это в парке у нас спортивная дорожка из костки выложена и вдоль дороги светят фонари так что можно здесь рыбачить даже в темную пору добу ночью, как бы сказать и в сумерках можно рыбачить без фонарика очень хорошо видно ну, конечно, там мотыль надевать уже будет не так-то ну, а поклевочки очень хорошо будут видно так что я это еще не пробовал но, как говорится хочу очень попробовать вот еще что, ребята хочу сказать да, испытал я вот эту снасть впервые в своей жизни так сказать и в следующий раз дай бог мне выбраться дай бог мы в времени и где-то, чтобы морозы немножко приутихли обязательно я выберусь сюда на реку и сниму подводные сделаю подводные съемки сделаю очень хочу посмотреть как эта снасть пока ток работает на камеру как это там поводки эти куда они там что к чему очень мне интересно посмотреть конечно, на ютубе можно найти видео где, как, к чему ну, это интересно где, кто знает уже снимал а я вот этот водоем хотя в 20 лет уже живу в этом городе на реке вот-вот-то вы видите небольшой совсем вот такие вот такой уловчик у меня прошел где-то там плотвичек может 30 насобирается я говорю это будет собачья котящая радость мои соседские питомцы очень будут довольны а здесь уже, ребят пошли сумерки 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 уже так начало немножко темнеть даже, может, виды камера уже не так пишет зернистость появляется такая побольше так что, ребят буду заканчивать свой небольшой такой обзорчик улова на маленькой речке обязательно я сниму подводные съемочки с этой снасти на покаток как под водой все кому кто смотрел потерял свое время понравилось лайкайте жмите на палец вверх подписывайтесь на мой канал с вами был Мишаня всем приятных просмотров приятных больших уловов и до новых встреч до новых встреч